всем привет всем добрый день у нас хоть и прохладно но цветут каштаны уже ребят смотрите как какие кисточки иду по мопро сейчас дойду до кобранского моста сверну налево посмотрим какие новые дома там построили очень красивый микрорайон такой сегодня маршрут у нас хорошая новость звонила юля с москвы юля это наша давняя подписчица хорошая знакомая позвонила и говорит на майские праздники собираюсь или собираемся к вам брест может быть только бресте они будут а таня под таня позвонил в больницу говорю юля приезжает до 1 или с кем-то ярю танюша ничего не знаю надо говорю еще дожить до этих майских праздников я так понимаю в 9 мая нахождь приехал район мопро в бресте остановка так что юля юля наша наша давняя знакомая мы с ней давно дружим она нам присылала не раз посылки мы и умудрились тоже в ответ раз не помню поездом передали вроде или посылали но такая была ситуация так что встречи мы будем рады конечно же конечно есть одно но татьяна вот левая больницу неизвестно как там что там насколько ее задержат но я думаю думаю все будет нормально будет все нормально и мы конечно же встретимся вот такая ситуация положили татьяну в пятницу такой вот день как-то уже согласовали врачи зачем класть человека в этот день если он попадает в больницу ну и в общем то ничего не происходит его там положили и положили чисто так формально получается анализы все с понедельника никакого физкультурника еще не назначили опять же все с понедельника все с понедельника получается человек ложится в больницу в пятницу пятница суббота воскресенье есть казенные харчи и ходит там с угла в угол по тому коридору ну так вот рассуждают так что завтра все начнется все процедуры все прочее лечение подхожу уже к коблинскому мосту мост у нас после реставрации расширили все так благоустроили сделали подземный переход с правой стороны здания налоговой инспекции издательство заря резкое печатное издание газета а мы с вами пройдем сейчас повернем налево и посмотрим какой красивый новый чудесный микрорайон здесь магазин сантех сити кат клуб ресторан китайской кухни там чао рядышком с красными колонами по левую сторону еще хрущевки старые строения а по правую сторону уже новостройки я раньше рассказывал в одном из видео вот стояли гаражи гаражи посносили но большую часть гаражи убрали представляю какой тут скандал автолюбители устроили а чего города против города не попрешь сказали сносят не знаю дали им компенсацию за поломанные гаражи они может вообще были неофициально построены ну вот новые дома красотынки красотынки магазин швейной фурнитуры магазин копеечка что тут у нас маркетбай диван.бай озон пункты выдачи в основном ну в самом конце 21 век так что на первом этаже даже магазин какой-то сделали магазин винный туристическое агентство во втором доме на первом этаже магазин обои полы декор аптека оптика а тут что такое красивое что за красотульки смотрите какой куставник замечательный похож на мимозу да а букетики желтые цветочки желтенькая изгородь получилась живая следом за домами проходит железнодорожная линия ветка а украина ходили раньше ходил дизель поезд в сторону Ковеля это уже Украина нет нет-нет мы с Татьяной любили тоже прокатиться вроде как какое-то путешествие а зачем мы сейчас вспоминаем смеемся душно жарко толкотня чтобы привезти бутылку там какую-то украинской горилки дешевле там немножко дешевле чем в магазине ну вот задумаешься ну был такой период привозили там конфеты привозили еще кое-что помню раз даже краску мы притянули хотя все здесь есть какое-то такое было повальное увлечение по левую сторону Брестская детская областная больница здесь еще стройка идет но совсем недавно здесь был просто котлован уже стоит почти готовый жилой дом хороший тут вид такой хоть и много этих многоэтажек но как-то это все уютно что-то уже здесь делают по всей видимости площадку для автомобилей стоянку подул какой-то ветер такой сквозняк начался аж слезы потекли одно только есть одно но что вот эти дома стоят как я говорю вдоль дороги вот в этом конечно минус у нас дом тоже возле дороги постоянно окно почти круглый год открыто под углом чтобы проветривалось и подоконник черный черный за несколько дней эта гарь оседает на подоконнике приходится брать какую-то емкость и мыть буквально в смысле не то что там протирать а приходится мыть постоянно так что дома вдоль дороги не есть очень хорошо конечно это тоже новые дома но более так скажем ранние постройки успелось оставить вот по правую сторону здание виднеется с коричневой крышей написано станция Брест-Полески так если кому интересно по левую сторону магазины магазины аптеки какая-то инфраструктура тоже своя есть не знаю домов настроили а школа куда эти дети ходят в какую школу кстати вот и гаражи гаражи которые остались видите какой ряд тянется они там один ряд гаражей идет второй ряд гаражей параллельно гаражи довольно таки много и это все вот все продвигалось аж туда вот в конец улицы так вот было много этих гаражей здесь вот кстати вот где я показываю откуда идут вот мужчины между гаражами можно пройти в сторону в сторону железнодорожной станции Брест-Полески 7 пятниц алкогольные напитки доктор хвостов зова я так сказал на всякий случай может кто-то будет искать проход как пройти вот туда туда в ту сторону здесь есть дорога ну и опять же опять аптека пекарня кондитерская будешь булочку такой симпатичный микрорайон пекарня пекарня рыбку пекарня ну да пекарня а вот видишь КОНЕЦ Как вы поняли, мы идем по улице Гоголя, и улица Гоголя пошла налево в так называемый Старый Центр, а прямо вот дорога, куда я показываю, это уже идет улица Папанино. КОНЕЦ Так, что у нас здесь, кафе Бреста Тесто, тоже аптека, магазин Санта, тоже новые дома, симпатичные. Так, ну что, на улицу Папанино не очень мне что-то хочется идти, я вчера делал такой же круг. В Гоголе 86, вот адрес. Небольшая прогулка по новым домам, ну, относительно новым. Все, всем пока, всем до скорой встречи, заходите на наш канал, всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжаем идти по улице Гоголя, вышли мы на бульвай космонавтов потихонечку, прямо к самому вкусному магазину от Брестского мясокомбината, называется Вера с магазином. Вот он, прямо по курсу, магазинчик колбасно-мясной. И там есть и хлебушек, есть и молочка, там всего хватает, в общем. Бульвар космонавтов пошел направо до газоаппарата. И, конечно же, пошел налево. Куда мы идем? О, забор снесли, ребята. Наверное, авария была. Так. Ну, все, теперь все. Всем пока, еще раз иду домой. Субтитры сделал DimaTorzok